Мы два года назад открыли программу, так называемую программу «Умные расходы». Мы считали, что мы уже почистили наши расходы, дальше некуда. Результат этой программы, назову только, за два года мы сэкономили 105 миллиардов рублей. И в годовом исчислении мы дальше будем экономить каждый год от 30 до, начиная с 2018 года, 70 миллиардов рублей ежегодно. Второе. Мы поняли, что нам придется совершить новый технологический переворот. Мы делаем принципиально новую технологическую платформу, которая будет основой принципиально новой организационной культуры. И третье, что нам нужно будет сделать, нам придется полностью поменять нашу корпоративную культуру. В чем суть того, что мы делаем? Мы уходим от пирамидальной структуры в горизонтальную. Мы уходим от так называемых колодцев, взаимодействия между которыми можно построить только через верх, к матричной, а потом к молекулярной системе взаимодействия внутри организации. И это колоссальный вызов для нас, колоссальный вызов для Сбербанка. В течение ближайших трех лет нам предстоит пережить колоссальную трансформацию. Потому что мы говорим о том, что мы, наши главные конкуренты сегодня на рынке, это не банки, а новые технологические компании. Такие как Google, такие как Amazon, такие как Facebook, Baidu и все остальные. И если мы будем неконкурентоспособными, то будут ли банки в будущем, большой вопрос, как сказал один из великих технологов современности, Будет ли в будущем банкинг, вопрос очевиден, да. А вот будут ли банки, это большой вопрос. Потому что сегодня на наш рынок выходят все новые и новые игроки. Поэтому если мы не будем играть по правилам этих новых игроков, то тогда большой вопрос в нашем будущем. Поэтому мы для себя поставили задачу переделать нашу организацию, всю нашу платформу по принципу самых современных организаций, которыми являются Google, Amazon и все остальные. Это грандиозный челлендж, грандиозный вызов, который мы сформулировали сами перед собой. Но мы постараемся на этот вызов ответить достойно. Я вам рассказал только о третьей части, понятно, это очень поверхностное сообщение, только для того, чтобы сказать одну маленькую сразу. Вот то, что мы сейчас делаем со Сбербанком, предстоит сделать каждой крупной организации, в какой бы области она ни работала. Потому что новые, так называемые, подрывные технологии изменят ближайшие пять лет всю систему менеджмента управления корпорациями, организациями, социальными, общественными и так далее, и государствами. И мы здесь не должны отставать.